Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Кто еще забыл, меня зовут Айка. И сегодня мы с вами снимаем мукбанг. Сегодня у нас роллы из новой доставки. Вот такие вот очень интересные роллы. Что-то Эйби роллы. А здесь внутри креветочка и сверху и внутри. Выглядит очень аппетитно, пахнет классно. И вот такой вот сет. Сейчас вам расскажу предысторию небольшую. Господи, как ужасно у меня лицо выглядит, когда я искусственное освещение включаю. А я похожа на старую бабку. В общем, за это я заплатила два раза. Как это произошло? Знаете, кто пришел? Пришел Твиксик. Он знает, что я снимаю мукбанг и специально прячется. И как только я уже сажусь снимать, он тогда выходит. Хотя я его звала, искала. Ах ты хитрожопый, мамень! Хитропопый! Проводили Твиксика и продолжаем. Кстати, у нас здесь еще Айран. В общем, за этот сет я заплатила два раза. Как это получилось? Я всегда заказываю через приложение. И в этом приложении есть разные рестораны, понятное дело. Вот. Есть ресторан, который находится очень близко к моему дому. Я обычно не заказываю доставку оттуда, просто спускаюсь, потому что это ресторан, можно сказать, под моим домом. То есть настолько близко. Я всегда там заказываю, потом спускаюсь и забираю свой заказ. В этот раз я планировала сделать то же самое. Сделала заказ, отделась, спустилась. И они мне говорят, вы что-то путаете, такого заказа у нас не было. Я открываю приложение, чтобы показать им, что они неправы. Что у них какой-то глюк. Открываю и обнаруживаю, что там написано это же заведение, просто Гюнашли. Я не увидела эту надпись, не заметила, не обратила внимания. И получается, я заказала свой этот сет Гюнашли. Причем не курьером доставкой, а самовывозом. Решила я поехать забрать оттуда. Такси туда-обратно мне обходилось. Так же, как стоит этот сет. Я решила позвонить им и уточнить, может быть, оттуда курьер может приехать. Я ему заплачу за это. Вот, я позвонила, никто не взял. Но я думаю, что делать? Дальше стоять здесь, ждать у моря погоды. Я решила, ну ничего, к черту. Закажу еще раз. Находясь прямо в заведении, я сделала очередной заказ. То же самое. Они уже готовили. Почти приготовили. Мне пришел заказ. Точнее, я же звонила, мне перезвонили. И говорят, если вы хотите, мы можем курьером отправить. Я говорю, так я еще раз уже сделала заказ в другом филиале. Я объясняю им ситуацию. То есть, настолько люди хотели войти в положение. Это было настолько приятно. Я ему сказала, что пока не остыло, иди кушай. Это судьба. То есть, это суждено было вам, а не мне. У меня просто оплата карты. А оплата сразу учитывается. То есть, не когда я получаю, а вот сразу. Я не расстроилась ни капли. Будем считать, что я угостила кого-то из сотрудников этого заведения. Ничего здесь страшного, криминального нет. Просто это моя невнимательность. Я просто пришла со спортом. Искупалась. Я была настолько голодная, что мне хотелось по-быстрому сделать заказ и сесть кушать. Роллы, конечно, очень вкусные. Честно, они и выглядят классно и на вкус. Вообще, все, что с креветкой, это просто ван лап. Обожаю сайты с креветкой. Здесь у нас картошечка фри. Будем считать, что у меня на столе два таких. И две картошки фри, и два айраном. Роллы, конечно, нечто. Вот такие вот дела. Я, конечно, не суеверная, но я поменяла свой номер. Вот после того, как я поменяла номер, у меня как-то... И после того, как я поменяла номер, у меня как будто в жизни какая-то каша происходит. В прошлый раз я заказала, мне не положили колу и картошку. Потом не вернули, кстати, деньги. Опять же, это было неприятно. Надо было писать техподдержку и так далее. Да не только. В общем, много ситуаций после того, как я поменяла номер. Как будто мне этот номер какой-то невезучий попался. у меня как-то всё в жизни не очень идёт. Мой старый номер. Я с ним была лет 10, наверное. со школы он у меня был. Потом я решила начать всё с чистого листа и первое поменять номер. Вот. Но этот какой-то мне неудачный. как-то всё не складывается. Мне пришло уведомление, что у меня вычли деньги. Ну да, это уже за этот сет. Ничего. Бывает всякое в жизни. Я искусственное ощущение включила. Почему-то, когда я включаю искусственное ощущение, у меня лицо такое сразу страшное получается. Роллы, конечно, эти были просто нечто. Калифорния тоже неплохая. Я, правда, Филадельфию больше люблю, но Калифорнию тоже. Первые роллы в моей жизни, которые я попробовала, это была Калифорния. Когда я первый раз попробовала, мне вообще не понравилось. Я думала, как люди это едят. Это же совершенно невкусно. А потом со временем уже нравится. В этих приложениях почему мне опять деньги вычли? Сейчас в комментариях начнут писать. Вот. Оплата карты. Это вот так вот. Ну, блин, косяк мой. Надо признавать свои ошибки. Я сама виновата, что я заказала не туда. Оплата карты точно здесь ни при чем. Обожаю. Эх, шурма. В хлебе специально взяла, что прям насытится. Знаете, что я больше всего не люблю? Так, небольшой намек всем моим знакомым. Я не люблю, когда, например, на мукбанках я не отвечаю на определенные вопросы, а потом эти же вопросы мне задают в лоб. Когда людям задают слишком личные вопросы. не важно, это родственники, знакомые, просто соседи. например, ты читаешь какие-то вопросы у себя в ютюбе, и как ты избегаешь этих вопросов, а потом тебе в лоб задают эти вопросы. вот это я ненавижу прям. Я такой человек, если меня кто-то не поздравит с днем рождения, я даже не обижусь, то есть мне как-то пофиг на такие вещи. потому что я сама тоже немножко безответственный человек. Я могу забыть про чей-то день рождения. То есть я всегда хочу, чтобы ко мне относились так же, как я отношусь к людям. Если я не задаю вам каких-то лишних вопросов, я прошу и вас не задавать меня. каких-то дурацких вопросов. Вкусно-то как? Сначала хотела взять лаваше, потом передумала. булочка такая прям мягенькая. Все что-то спрашивают, все что-то интересуются. Мне кажется, последние четыре дня я сильно раздражительная. увидела прикол. Девушка такая говорит, купила крем против раздражения, но все равно все раздражает. У меня тоже плюс-минус такое состояние. хожу на спорт, но мне почему-то кажется, что я никогда не смогу собрать прям супер классную фигуру. Реально спорт со стороны кажется очень простым, но когда на деле это реально очень сложно. давайте еще один ролл, вот этот вот, чтобы он не стоял как один одинешенько. я думала, что я съем просто все, но оказалось нет. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. С вами была Айка. Пока!